Аквариум. Роман о советской военной разведке. Новое издание, исправленное и переработанное. Издательство «Добрая книга». Вместо предисловия. Разоблачители ищут и находят многочисленные несоответствия в биографиях Виктора Суворова, главного героя романа «Аквариум» и Владимира Резуна, реального человека. В «Аквариуме» Виктор Суворов в 15-летнем возрасте торгует на базаре арбузами, а Владимира Резуна с 11 лет готовили в особых военных учебных заведениях. Виктор Суворов служил в штабе Прикарпатского военного округа, а Владимир Резун в штабе Приволжского в тайной запасной столице Советского Союза. Виктор Суворов попал в номенклатуру Центрального комитета капитаном, а прыткий Резун еще лейтенантом, побив все рекорды. В «Аквариуме» я одной строкой упомянул о подруге Виктора Суворова звонкой девочке из группы контроля, а в жизни Владимира Резуна дело этим не ограничилось. Всем выпускникам первого факультета военно-дипломатической академии было положено еще как минимум один год проходить подготовку в разных управлениях ГРУ. Этот год проработал в Центральном аппарате ГРУ и главный герой «Аквариума», а в реальной жизни я попал на боевую работу за рубеж самым первым из всего выпуска, минуя год обязательной дополнительной подготовки. Виктор Суворов работал в Вене, втором по значению Центре мирового шпионажа, а Владимир Резун в Женеве, в первом Центре, в главной его столице. В «Аквариуме» у Виктора Суворова был один навигатор, а в реальной жизни за время моей работы в Женеве сменились три резидента, двое были умными, третий – не очень. Когда через несколько лет после всего случившегося этот третий умер, никто из ГРУ не пришел на его похороны, хотя был он генерал-майором. Его люто ненавидели все – и начальники, и подчиненные. Полосатые штаны он заработал только потому, что брат его был помощником у товарища Брежнева. Этот умник в генеральских штанах рос в высоких кабинетах Москвы, и его первой должностью за рубежом, высшей из всех возможных, была должность резидента ГРУ в Женеве. Он провалил все, что можно было провалить. Его образом я не стал поганить свою книгу. И настоящих причин ухода никогда не объяснял. Виктор Суворов бежал один, и из Австрии. Владимир Резун с женой и малыми детьми. И из Швейцарии. Перерабатывая для романа «Аквариум» собственную биографию, я совершенно сознательно работал на понижение. Никаких прямых совпадений в деталях биографии главного героя романа Виктора Суворова и автора романа Владимира Резуна и не должно было быть. Напротив, я внимательно следил за тем, чтобы таких совпадений не было. «Аквариум» не обо мне, а о том, как работает советская военная разведка от батальона и выше, до самых важных резидентур. Если бы я назвал подлинные имена, места, даты и детали реальных событий и операций, это было бы подлостью по отношению к моим товарищам, сослуживцам и командирам. Поэтому я сместил действия романа во времени и пространстве, изменил имена и обстоятельства, чтобы невозможно было вычислить ни меня, ни моих коллег, ни нашу иностранную агентуру. Исключением стали лишь имена некоторых самых высокопоставленных советских военачальников и чиновников, личности и детали биографии которых широко известны и никогда не были секретом. С особой осторожностью я писал об агентуре и о работе с ней. С моим уходом не был связан ни один шпионский процесс, никто не был арестован или осужден. Может быть, я плохо работал и ничего не знал? Того, кто в стратегической агентурной разведке плохо работает, выгоняют после первого года. Я же отбыл полный срок командировки все три года и в виде исключения был оставлен на четвертый год, а в виде особого исключения на пятый. Аквариум, как и книгу рассказы «Озвободителя», я опубликовал под псевдонимом и решил его никогда не раскрывать, чтобы никому не причинять неудобств. Меня впервые раскрыл начальник ГРУ генерал армии В.М. Михайлов. В интервью газете «Комсомольская правда» 23-31 августа 1991 года он сообщил «Настоящая фамилия автора аквариума – Резун. Это наш полковник, лет 11-12 назад сбежавший в Англию». Через полгода после этой публикации новый начальник ГРУ генерал-полковник Е.Л. Тимохин назвал меня «майором». Смотри отзывы о романе «Аквариум» на первых страницах этого издания. Прошло еще полтора года, и бывший резидент ГРУ в Женеве капитан первого ранга Валерий Калинин назвал меня «капитаном». Тенденция налицо. Если так пойдет и дальше, через некоторое время в прессе, вероятно, выступит бывший младший шифровальщик Женевской резидентуры и назовет меня «ефрейтором». Примечание автора. Таня Пролог Закон у нас простой. Вход – рубль, выход – два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее еще труднее. Для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее – через трубу. Для одних этот выход с почетом, для других – с позором. Но для всех нас есть только одна труба. Только через нее мы выходим из организации. Вот она, эта труба. Седой указывает мне на огромное во всю стену окно. Полюбуйся на нее. С высоты девятого этажа передо мной открывается панорама огромного пустынного аэродрома, который тянется до горизонта. А если смотреть вниз, то прямо под ногами – лабиринт песчаных дорожек между упругими стенами кустов. Зелень сада и выгоревшая трава аэродрома разделены несокрушимой бетонной стеной с густой паутиной колючей проволоки на белых роликах. Вот она. Седой указывает на невысокую метров в десять толстую квадратную трубу над плоской смоленной крышей. Черная крыша плывет по зеленым волнам сирени, как плод в океане, или как старинный броненосец низкобортный с неуклюжей трубой. Над трубой вьется легкий прозрачный дымок. Это кто-то покидает организацию? Нет, смеется Седой. Труба – это не только наш выход. Труба – источник нашей энергии, труба – хранительница наших секретов. Это просто сейчас жгут секретные документы. Знаешь, лучше сжечь, чем хранить. Спокойнее. Когда кто-то из организации уходит, то дым не такой. Дым тогда густой, жирный. Если ты вступишь в организацию, то и ты в один прекрасный день вылетишь в небо через эту трубу. Но сейчас организация дает тебе последнюю возможность отказаться. Последнюю возможность подумать о своем выборе. А чтобы у тебя было над чем подумать, я тебе фильм покажу. Седой нажимает кнопку на пульте и усаживается в кресло рядом со мной. Тяжелые коричневые шторы с легким скрипом закрывают необъятные окна, и тут же на экране безо всяких титров и вступлений появляется изображение. Фильм черно-белый, пленка старая и порядочно изношенная. Звука нет, и оттого отчетливее слышно стрекотание киноаппарата. На экране высокая мрачная комната без окон, напоминающая цех или котельная. Крупным планом топка с заслонками, похожими на ворота маленькой крепости и направляющие желоба, которые уходят в топку, как рельсы в тоннель. Возле топки люди в серых халатах. Кочегары. Вот подают гроб. Так вот оно что. Крематорий. Тот самый, наверное, который я только что видел в окне. Люди в халатах поднимают гроб и устанавливают его на направляющие желоба. Заслонки печи плавно расходятся в стороны, гроб слегка подталкивают, и он несет своего неведомого обитателя в бушующее пламя. А вот крупным планом камера показывает лицо живого человека. Лицо совершенно потное. Жарко, у топки. Лицо показывают со всех сторон бесконечно долго. Наконец камера отходит назад, показывая человека полностью. Он не в халате. На нем дорогой черный костюм, правда, совершенно измятый. Галстук на шее скручен в веревку. Человек туго прикручен стальной проволокой к медицинским носилкам. А носилки поставлены к стенке на ручке, так чтобы человек мог видеть топку. Субтитры создавал DimaTorzok